Привет! С вами опять я, Дэн, и сегодня мы будем делать, что мне нравилось, в апреле, потому что у нас сегодня уже май. Сегодня у нас 6 мая, и это значит, что у нас сегодня день независимости вечером. Пока что еще день памяти, но вечером у нас день независимости, так что сегодня будет очень классно. Я снимаю теперь в другом доме, как вы видите. Я обожаю этот дом, правда, я очень люблю тут быть, и тут уютно, красиво, и все. Но тут нет настоящего окна, которое я могу открыть, и чтобы он дал мне свет, потому что, знаете, что я сейчас держу в руке? Фонарь. Фонарь от моего айфона. Тут вся стена, это очень-очень-очень большой лофт, и тут вся стена окна. Но эти окна не ведут к свету, и теперь у меня все темно тут, и я ненавижу темноту, и моя камера тоже не любит эту темноту. Давайте начнем. Первая вещь. Это такой набор, который мне подарил мой парень любимый, и это бутылка для воды. Ники, если вы знаете, Ники это... Там есть такие игрушки и все такое, он подарил мне такой набор с наушниками, этой бутылочкой. Потому что он знает, что я не пью воду, и вообще мои почки. Мои почки, они говорят, что у них нет еще много времени. Так что он купил мне, чтобы я пила воду все время в университете и везде, где я. Я очень люблю эту бутылочку, это очень классно, она остается холодной очень долго. И еще в этом наборе были наушники, такой брелок от Ники, этого мишку. И все, я на этот брелок брызгала Blue Chanel, это парфюм, который мой любимый парень использует. И вот и все, я обожаю это. А, да, там еще был такой вот блокнотик с ключиком, и я туда еще ничего не писала. Но я хочу туда писать, я вам не расскажу, но потом, может быть, покажу. У меня только одна рука, потому что я обязана делать фонарь одной рукой, но вот это вот мой ойстер белый. И как вы видите, это чуть-чуть побольше ойстер белый, и я купила это на праздник, на Песах. Мне и бареллю, мне и бареллю на Песах, потому что и я, и он хотели ойстер, и что милее, чем одинаковый ойстер у пары. Всегда, когда мы это, мы одеваемся только вместе, всегда, когда мы это одеваем, нам говорят, вау, как это мило, какие вы милые. Но нам всегда это говорят, что мы очень милые, ну что поделать, мы такие милые. Следующая вещь, это купальник от Фрэнки Бикини. И это купальник из Калифорнии, они делают, это дизайнер, ее зовут Франческа, и она делает такие купальники, которые берут inspiration от Малибо, и сэрфинг, и все такое. И я вам хочу сказать, что я заказала этот купальник, он заплатил, но я его выбрала, потому что я нашла эту фирму. И потом этот купальник прилетел к нам из Калифорнии, он прилетел в Бруклин с двоюродным братом Баррелем, потому что он делал свою алию, репатриация в Израиле, из Бруклина. И он мне его принес месяц после того, как я его заказала, потому что ссылка на... В Израиле есть ссылка, но это надо купить больше, чем 200 долларов. А этот купальник стоил 180 долларов. И чтобы у меня была ссылка, мне надо было еще одну часть купить, чтобы у меня было 200 с чем-то долларов. И, конечно, я бы очень хотела это, но не хотела разорять моего любимого парнишку. И вот и все. Обожаю это. Если вы еще не в моем инстаграме, и вы не видели меня одетого в этот купальник, то сейчас же, в эту же секунду, заходите в мой инстаграм, Эден Кучи, так же, как и мой канал в ютюбе. Есть еще ссылка тут внизу. Смотрите на мой купальник. Еще одна вещь, которую купил мне мой парень, но... Это Одесуах от Сисли, и он купил это в Израиле. Но это была очень тоже чувствительная история. Если вы хотите слышать, то я вам расскажу. Ну, надеюсь, что вы хотите слышать. Мой парень мне всегда покупает подарки, но в этот раз он мне сказал, я тебе что-то заказал, ты просто умрешь от этого. Я сказала, что ты заказал, что ты заказал, скажи мне, скажи мне, скажи мне, что ты заказал. Он сказал мне, нет, нет, нет. Сказала ему, что это? Это сумка, это кошелек, это это, это это. Не скажу, он сказал мне. Я сказала, скажи мне цвета. Он сказал мне, золотое и черное. Окей, и тогда Один раз Его брат живет В другом городе И Элат, у нас город Это не там, где он живет Но город Элат, это город-курортный у нас И не знаю, почему мне так жарко Потому что очень жарко на улице Потому что очень жарко на улице у нас Но еще я держу фонарь другой рукой И говорю И мне очень трудно все это делать Я надеюсь, что вы это знаете To appreciate В общем так Окей И в этом городе Элат, курортный Он находится возле Египта И там нету таксов Так что там очень Хорошо делать шоппинг Потому что там 18% меньше всего Потому что такс у нас 18% И Его брат был там В Элате, и когда он вернулся, он сказал Идем, я его долго не видел Давай его проведаем И перед тем, как мы пошли туда Я не знала этот парфюм Я никогда о нем не слышала Да, это было нехорошо с моей стороны Но он пошел, взял меня в какой-то магазин в каньоне В каньоне, в моле И сказал мне И сказал мне Понюхай, что ты думаешь о нем Я думала, что это мужские духи Я не думала И мне очень трудно выбрать духи Когда я выбираю духи Мне надо приходить Нюхать Уходить Приходить Нюхать Уходить Ведь так, потому что мне очень трудно знать, что я влюблена в это. И вообще, я люблю сладкие духи, а это не сладкие духи. Но он мне дал понюхать, я думала, что это мужские духи, и я сказала ему, не знаю, не знаю, если это мне нравится. И я видела, что это стоит очень дорого. Очень дорого это стоило, это стоило у нас, ну, это стоило 1200 шекелей, это значит 400 долларов, я думаю. Это очень дорого для духов, но я не поняла, что в чём смысл. Когда мы приехали к брату, то он дал ему пакетик такой от Апрель, это там, где покупают духи, и он сказал, я тебе купил подарок. Я сказала, ой, какой милый. Он говорит, да, я люблю своего брата, и Борель дал мне эти духи открывать. Я сказала ему, открывай, он сказал, нет-нет-нет, ты открывай. Я не поняла, я была в шоке сначала. Я открыла, и я видела это. Я знала, что это нюхала в магазине. Я просто почти плакала от радости. Его брат сказал мне, Эден, это не ещё, это не кольцо ещё, это всего лишь духи. Но я теперь влюблена в эти духи. Это Одесуар, как я и сказала. Эти духи сделали в 1990 году. Два года после того, как я родилась. Год с половиной даже. И они пахнут, как самая элегантная, классическая, самая интеллигентная и лучшая женщина в мире. Если вы увидите, что самую лучшую женщину проходит возле вас, знайте, что так она пахнет. Если у вас есть эти духи возле дома, идите и понюхайте их, и спасайте себя на себя, потому что эти духи вы не полюбите с первого взгляда. Вы полюбите это только после нескольких раз, как вы понюхаете, но после этого вы узнаете, что вы пахнете как богу, как что-то не вселенная. Это просто духи моей жизни, я его обожаю. Я ставлю их только вечером, потому что утром я их один раз поставила, я просто почти умерла от этого запаха. Это просто, не знаю, как вам перевести. Это не сладкий запах, это запах цветов. Не знаю, это самые классические духи в мире, я просто в восторге от них. Это шесек, я забыла вам перевести это на русском. Я один раз провела, как-то на русском говорят, это называется наше... Я не знаю, не помню. Я вам переведу, но вы, наверное, знаете, что это называется за фрукт. И этот фрукт начинает цвести в октябре, а потом в апреле он уже начинает продаваться. Так что я обожаю этот фрукт, и скажите мне, если вы тоже его любите. Это почти испортится, потому что если вы смотрите мои видео, то вы знаете уже, что мы почти дома не едим, и все у нас испортится, потому что мы забываем смотреть в холодильник. Забываем. Крем для тела. Это от такого Мертвого моря фирма. И тут написано по-русски, так что я просто прочитаю вам. Масло шея для тела. Масло для тела состоит из натуральных масел, витамин А, Е и минералов Мертвого моря. Отлично питает кожу, делая ее упругой и гладкой. Я обожаю этот запах, очень люблю, и я не знаю, если вы можете достать это у вас, но я начала в этом месяце этим пользоваться. Правда, это не новое. Мой парень, он всегда мажется каемами после ванны, и поэтому, когда мы только начали встречаться, я купалась у него дома. Я была в восторге, потому что я ненавижу купаться у других дома. Там никогда нет то, что мне правда надо после ванны и в ванне самой. Так что у него было полно кремов, и это мой любимый в этом месяце. Раньше я пользовалась другим. Тоже от него. Это называется Ла Лин, хоть это есть в Японии, в Индии, может быть, даже. И не знаю, где еще есть, но не знаю, что есть в России. Скажите мне, пожалуйста, если есть в России, и если есть, я буду очень-очень рада. Маленький принц книга. Я читала эту книгу, когда я была маленькая. Это книга для маленьких детей. Но это Антуан де Сент-Экзефри. И что еще я вам хотела сказать, что... Вау, это просто книга. Я не знаю, если вы не читали. Я уверена, что все вы читали эту книгу, потому что это очень-очень известная книга. И я знаю, что очень мало людей в мире не читали эту книгу. Но я хотела очень прочитать это еще раз, потому что это очень короткая книга. Я прочитала это за несколько часов. И это книга детская, но... Я сейчас рассказываю, если, конечно же, для тех, кто не смотрел, не читал эту книгу. Это книга детская, но там есть ум взрослого человека про любовь, про жизнь вообще. И это очень-очень красивая книга. Эту книгу я купила моему парню тоже на праздник прошлый. И я купила это, потому что я никогда не говорю, вау, как мне хочется вернуться в детство. Вау, как мне хочется это, как мне хочется быть в 17 лет. И не знаю, что. Вообще, у меня 25 лет. И я очень люблю это, быть 25 лет. Я не боюсь быть 26, 27. Я не боюсь то, что мне завтра представляют о себе. То, что завтра представляют мне о себе. Не знаю. Я не боюсь. Но мой друг, парень, всегда говорит мне, как мне хочется быть маленьким ребенком. Все такое. Он сказал мне один раз, я бы все отдал, чтобы быть маленьким ребенком. Он сказал ему, да, все бы ты отдал. Он сказал мне, да. Я дала ему еще один шанс. Спросила, все, все, все ты отдал. Он сказал мне, да, Эден, все бы отдал. Я ему дала последний шанс. Правда, все бы отдал. Он сказал мне, да, Эден. Я сказала ему, и нашу любовь ты бы отдал. Он сказал мне, да, но я хотела бы, чтобы у меня была память, потом, когда я вырос, я тебя сразу буду искать. Я сказала ему, милый мой, если ты пойдешь в прошлое, я уже найду себе другого мужа, детей буду делать, и у меня будет другая жизнь. И потом он сказал мне, нет, я бы никогда нашу любовь не отдал никому. И я пошла в мол, в магазин, купила это, и написала ему, так, я вам переведу, что я ему написала, моему маленькому принцу, я купила тебе билет туда и обратно, взад времени, ну, обратно времени, чтобы я всегда была уверена, что когда ты пойдешь, всегда ты вернешься ко мне. А я возьму нашу любовь и буду, поставлю его, как маленький принц сделал своей розе, и буду поливать это каждый день. Вы растрогались? Теперь я вам должна показать что-то, и это мой фонарик, секунду. Это мой новый кейс для айфона, я заказала его от сайта... Как называется? Ой! Как этот сайт называется? Shop, ShopGeen? Я вам напишу это внизу, обещаю. Я заказала это, это стоило мне 39 долларов вместе с доставкой, я думаю, что это очень дорого для кейса, но я... Ой, секунду. Да. Она пришла мне поломная, забыла вам сказать, и мой парень обещал мне приклеить это, но он еще не успел. Вот так это выглядит. Это бутылка. Blue Chanel. Я не знаю, что это Blue Chanel, но это... Мой друг, мой парень использует Blue Chanel. Я думаю, что это самый лучший... Он сейчас мне звонит. Сейчас ты мне звонишь. Я думаю, что это самый... Blue Chanel это самый лучший парфюм для мужчин, правда. Это как итальянский акцент, акцент для уродливого мужчина. Не важно, сколько ты некрасивый, ты всегда будешь выглядеть красиво, если ты поставишь Blue Chanel, и будешь говорить на итальянском акценте, так что... Но нет такого уродливого мужчины, правда, извините за выражение. Нет такого. Каждый красив в себе. Есть просто... Мужчина, который мне меньше нравится, но нет, никто не уродлив. Простите за это. И еще, что я купила, это диск, альбом Marina Maximilian. Это израильская певица. Конечно же, она выходца из России, как вы сможете слышать по ее имени. И я думаю, что мне так жарко, что я сейчас умру. И она выпустила альбом. Она была рожденная звезда или что-то в израильском, как это называется, на русском. И она была очень толстая. Теперь она худая. И если вы увидите ее, правда, я думаю, что она просто божественная. Она выглядит божественно. Очень-очень красивая. Голос у нее изумительный. И этот альбом просто умереть с ним. Пожалуйста, послушайте ее песенки. Напишите Marina Maximilian в YouTube, и вы найдете эти песни. Просто божественный голос и песни. Все. Отлично. Вот и все. Я думаю, что так и так это было слишком долго времени. И я думаю, что я закончила рассказывать вам о том, что мне нравилось в апреле. И еще я забыла сказать, что апрель – это самый лучший месяц для меня, потому что я, как вы видите, уже черная. И... Я обожаю лето. И лето у нас уже наступило. Даже перед апрелем, но сейчас в апреле очень жарко. Сейчас на улице просто хамсин. Хамсин – это жарище. Хамсин на арабском – это 50. Так что... Нет, у нас не 50, а 38 или что-то такое. Но это очень много. И очень жарко. И что я могу еще сказать, что мне нравилось? Я хотела вам сказать, какие фильмы мне нравились в этом месяце. Я смотрела в этом месяце... У нас был День Холокоста. Я смотрела... Шиндлер Список. Понравился очень этот фильм. И... Вообще-то... Вы подумайте, что? Как она это еще не смотрела? Потому что у нас всегда в День Холокоста и вообще в школе учат про эти фильмы. Ну, показывают нам, чтобы мы знали, чтобы мы видели. Но когда мне было 12 лет, то я смотрела Анна Франк с мамой. 12 лет. Я думаю, что это был мой первый Холокост фильм. И я смотрела и на середине фильма, когда пришли и взяли ее семью, я начала плакать. Но не плакать слезами, а плакать всем телом и задыхаться. И моя мама хотела вызвать мне амбуланс. И чтобы я... И сказала мне, что ты больше никогда в жизни не будешь смотреть такие фильмы. Я просто была таким чувствительным. Вообще я чувствительная, но... Я сказала, что в этом году обязана эту культуру видеть. Потому что я не смотрела ни один Холокост фильм. И я видела Пианист. Да, Пианист очень хороший фильм. Смотрите, это Шиндлер Лист. Тоже очень понравилось. Потом я еще прочитала... Если вы не знаете этот фильм, то это фильм про Шиндлер. Это фильм про германца, немца. Про немца, который был с немцами. И он помогал евреям, чтобы... Он помог очень много, очень, очень... Он помог очень многим евреям остаться в жизни. И вообще прожить эту войну лучше, чем другие евреи. Так что... Пожалуйста, просмотрите это. Это очень красивый фильм. Еще я хочу вам показать песню, которая мне очень понравилась. Песню я случайно нашла. Это песня Марина и Максимилиан. И еще группа называется Лукхот. Вы не знаете этих двух людей из группы. И песня называется «Надлан» на иврите. Но еще и на русском «Недвижимость». Она поет на русском, а они поют на иврите. И это бизарная такая песня. Эта песня говорит про недвижимость. Вы, наверное, не знаете, но недвижимость в Тель-Авиве... Это просто кошмар. Вы можете за 3000... Ну, сколько это? За, допустим, 1000 долларов в Бершеве, на юге страны, вы можете снять себе виллу, я думаю. Пент-аус какой-нибудь. Тут за 1000 долларов вы можете снять однокомнатную квартирку, малюсенькую, малюсенькую. Так что они поют про это. Ну, они не дословно поют про это, но... Я вам оставлю сынку. Это она поет. Я оставлю вам ссылку этой песни, чтобы вы посмотрели клип и послушали песню. И скажите мне, если она вам понравилась, потому что она бизарная такая. Она не какая-то романтическая или какая-то против политики. Она просто бизарная песня. Так что... Мне она очень понравилась. Кроме того, что это на русском и на иврите, это очень... Не... Нету много таких. И я вообще никогда не натыкалась. Так что... Всё. Спасибо за просмотр. Обожаю вас. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. И если вы любите такие видео. И всё. Мы скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok